Расскажу немножко о себе. Я родился в русскоговорящей семье, но во Львове. Поэтому до 18 лет я прикидывался глуходемым. Потом, повзрослев, я решил переехать в Европу, но, зная, как Европа толерантна к геям, я решил подстраховаться и взять оберег. Жену. Вот, жена у меня, кстати, из села, ну, деревни. Да, в принципе, как я называю, смысл не поменяется. И не понимаю людей, которые говорят, что вот село человека нельзя вытянуть. Зачем? Это изюминка. И, как сказала бы моя жена, из этого тоже можно сделать самогон. Да. Какая у нас была замечательная свадьба? Вы только представьте. Мои родственники общаются только по-русски. Ее родственники ненавидят только русский. Великолепно. Уже были проблемы в самом начале. Потому что надо было найти ведущего, который бы подходил и тем, и тем. Мы решили не заморачиваться и взяли белоруса. Проблема была решена. Но! Было важно два сразу вопроса. Это, скажет ли невеста да и чей Крым? Стою перед вами, все нормально в Европе. Я заметил большие плюсы в этом, что мы живем вместе. Ну, смотрите. Мы продукты не покупаем, мы их выращиваем. Настолько мы выращиваем, что я просто живу в тепличных условиях. Ну, настолько тепличных, что до жизни с ней я был метр семьдесят. Вырос, видите, в тепличных условиях. Но есть нюансы. Я прихожу заебанный с работы. Падаю на диван как овощ. Включаю телевизор. Меня среди овощей не видно. Слился, понимаете? До курьезов, конечно, и доходит. У нас нет лопука в туалете. Есть даже выгодные ситуации. Мы поехали недавно в Икея покупать кровать. Ну, я подхожу к продавцу, говорю, какую кровать вы нам порекомендуете? И он такой, вот, возьмите клен. И моя жена такая подходит. Что-то на клен не похоже. А пахнет обездержом. А, солнышко умерло. На деревне, когда приезжаю, кстати, на деревне, знали вы, что проход в деревне ставится очень низкий. Знаете, для чего это сделано? Потому что якобы в доме находится икона. В некоторых даже две иконы. И поэтому человек, когда заходит в квартиру, он должен кланяться этому дому. Но с моими двумя метрами я сразу падаю на колени, понимаете? Да, есть немножко ощущение, что моя жена меня выбрала как такую экзотическую зверушку, знаете, чихуахуа такая. Которую она перед знакомыми пытается, ну, похвалиться, типа, мол, смотри, городского себе завела. Да, да. Он не добывает, он покупает. Пользуется вилкой и ножом. Входит только в керамический унитаз. Да, приучен, приучен. Вот. И как я решил вообще жениться? Все очень просто. Я приехал и видел собственными глазами, как она холоднокровно, руками душила гуся. Такой талант пропускать нельзя. Нет, нет, нет. Работаю в женском коллективе и он на меня влияет очень плохо. Да, да, шеф у меня мужик, но это еще та сука. Вот. И женский коллектив на меня не влияет хорошо. Ну, посмотрите. У меня длинные волосы. Тоже включу себе хендайсон. Не страшно. Я буду хотеть изменений, что, ебну себе корешку? Ой, ладно, под конец расскажу вам историю. Выхожу с работы. Заебанный овощ. Понимаете? И не хотелось крутить педали на этом велосипеде. Я был заебанный. И я решил подъехать на трамвайчике. Да. Но мне было стыдно перед людьми. Двухметровый лоб. Да. С велосипедом прется в этот трамвайчик. И чтобы как-то сгладить ситуацию, я решил прихрамывать эту остановку. Ну, очень противно, но бабка уступила мне место. Я приезжаю домой. Силы остались. Ну, и я к жене, значит, тыры-пыры. Ну, туда-сюда. Ну, смехай. Утракать хочу. А она такая, ты знаешь, я сегодня была в тревоженном зале и что-то, блядь, ногу потянула. Я сегодня сижу.